я сегодня сейчас вот буквально минут 5 назад проявил себя как мелочный человек я просто решил применить игру слов захожу магазин там что-то покупаю и тут молодая мама с двумя дочерьми заходит у нас как это ангелочки говорят маленькие дети оказывается в копилку складывали деньги а сегодня решили праздник устроить пошли они в магазин понесли копилку разбили почитали обычно говорят что-то веселились почитали прослезились но они тут скорее если прослезились от радости 700 рублей у них и они кассиру предлагают а то эта смена видно не нуждается в мелочи и говорит ну там эти рублей 2 рубля 5 рублей и у неё на ладошке целлофановые пакетики груда такая мелочи она горит сегодня не нуждаюсь завтра приносите а я думаю что не порадовать людей мне конечно не сильно я там за водой хожу обычно 50 рублей и 10 рублей кидаю и 10 литров воды приношу с автомата потом думаю ладно сделаю людям приятные взял и говорит давайте мне ну она вот типа как я поступила говорит ну как вот дескать а вдруг там не 700 это то которые их мама там которые значит принесла это мелочи да ладно подумаешь вы же сказали 700 так 700 да и дал и 700 рублей забрал всю мелочь думаю хорошо сейчас не надо париться раньше я покупки совершал магазинах на рынке везде это мне сдачу давали они в кармане все время когда не нужно все время в кармане теряешь вылетают а когда надо идти за водой мелочи нет как назло и думаю пускай теперь за водой ходить будет у меня мелочь на 700 рублей может чаю попить теперь это сколько значит если положим у нас 60 рублей это ведро воды здесь 10 ведер воды почти 12 ведер воды выходит сколько значит около 110 литров 115 литров воды вот 700 рублей я вчера шел и и иронизировал по поводу того что до шутку такой сочинил кому-то скопа кажется на пресной типа там спрашивают человек который может предсказывать будущее анекдот раньше существовал про то что человек попал в будущее это при брежневе что ли был и водка все время цене росла и человек попал в будущее подходит к рабочему спрашивает сколько зарабатываешь а тогда при брежневе люди получали в колхозе 100 150 максимум 200 во время страды в городе получали допустим рабочие 200 250 300 у станка и вот он подходит на заводе к рабочему станка спрашивает сколько зарабатываешь тот говорит 4500 4500 рублей этот возбудился и говорит о можешь машину купить типа жигули что ли там у нас где-то добавить немножко да вот тогда лотерейный билет разыгрывались жигули что ли стоил тогда москвич автомобиль стоил 4900 кажется рублей если ошибаюсь он горит ну ты можешь добавить на на денег 400 рублей и купить москвич тот горит нет я добавлю 500 рублей и куплю бутылку водки вот как раз народ в то время так шутил до этого конечно крылатой птицы разошлась шутка там цена росла многие знают эту шутку если будет по ильичу все равно нам по плечу что такое если больше так 8 или там 8 говорили все равно мы пить не бросим если будет по ильичу значит все равно нам по плечу если будет 25 снова зимний будем брать что-то типа этого как раз народ реагировал молниеносно на повышение цен и вот я такую легкую легкую такую шутку сочинил что вот человек значит встречает кого-то и и спрашивает о будущем кого-то тот осведомлен или как-то уже выходил уходил будущее и говорит вот насчет водки ли чего вот как раз я на 700 рублей вот видите уже 700 рублей с мыслью о том что вот буду воду покупать в автомате и вот он спрашивает а водки а тот горда нет я уже забыл что как раз про это шутку свою даже успел забыть вот он говорит что дескать нет я немножко добавлю куплю 2 литра 10 литров воды ну вот представьте себе теперь 60 там рублей 10 литров воды 60 рублей а раньше водка стоила 362 потом 4 12 потом 4 лишь 62 потом я помню на старших курсах когда учился я и водку подняли в цене и в это время вечером так таксисты не таксисты во всяком случае кавказцы промышляли тем что на остановке автобус или такси там где было ловили желающих которым надо выпить а мне надо было ребятам там приятно сделать я пошел на остановку и один значит прибежал тогда уже 10 сделали он за 10 это где-то 5 чем то что ли стоило и он побежал и за 10 рублей притащил из общежития по соседству бутылку я так понял что в машине в легковой и такси не возил и могли их вот милиции тогда остановить и оштрафовать за то что они торгуют вот этим всем вот водка это действительно такой стратегический продукт своего рода я называл социальные продукты хлеб что еще там допустим соль спички на них или как на спички 1 копейка чтобы на копеек что-то можно было купить ручки перевыли там когда ты были потом я не исчезли две копейки там тетради две копейки старались это цены не поднимать а у нас люди от когда рассуждают о том времени начинают вот выводить средний там арифметически что такое мне дядя троюродный как-то подобно моему одному брату надумал как-то ориентироваться на стоимость доллара тогда я им говорю вы неправильно ориентируетесь потому что доллар там искусственный курс был он не было так пошел ты куда-то на рынок или куда ты с рук купил доллары это вот недавно у нас здесь раньше на рынке торговали в 90-х годах а сейчас я не вижу а вот в городе на чеке столица кабардино-балкария на базаре был и видел самолично как человек доллары покупал тот ему продавал и я вот поинтересовался курсом вот это свободный курс можно сказать хотя тоже курс доллара у нас определенным так сказать правилам продается потому что уже на межбанковской бирже нету доллара и машина что ли навстречу идет а нет не сюда вроде и и поэтому тоже нельзя сказать а вот когда они свободно лежали в банках как любая свободно конвертируемая валюта тогда можно было приблизительно представить курс рубля курс доллара а люди зачастую почему-то вот по стоимости хлеба там пытаются выводить вот столько-то хлеб стоил там а надо не по этим социальным продуктам там дотация шла государству если положим жизнь у людей ухудшилась хлеб там буквально копейки прибавляли в цене это был социально значимый продукт поэтому прибавляли чуть-чуть там я помню единственный раз когда 16 копеечные буханки серого хлеба стали стоить 18 а белый хлеб вместо 18 стал стоить 20 копеек и все и долго очень не поднимали поднимали на так называемые предметы роскоши золото ковры там украина всякие украшения цены поднимали здесь опять таки мне кажется цена не совсем соответствовала тому положение которое складывалось в экономике и финансовом мире только ряд продуктов то все таки можно было при желании считать мерилом те продукты которые как правило и услуги или продукты которые как правило не сильно подвергались влияние вот этот сад как социальной политики в какой-то мере они тоже вот плата за проезд испытывал на себе потому что десятилетиями не повышал сам трамвай 3 рубля электричество дешевле обходилось поэтому троллей автобус 4 рубля троллей вас 5 рублей было да так потом что еще там у нас цены на какие-то там услуги эти менялись постоянно определенный только был список товаров на которые цена менялась и по ним можно было как раз по ним сделать вывод о том как у нас чувствует себя экономика государство тогда все таки старался регулировать все госплан и если некоторые товары они не были доходны для их производства для государства государство как правило старалась датировать и таким образом люди не ощущали сильно просто просто когда у людей положим зарплата росла с такой-то скоростью там 250 потом 300 это и он конечно там вот на этой разнице может был как-то выгадывать государство а те люди которые получали минимально там положу взять 70 рублей там буфетчицы повара там получали в то время говорили о том что вот дескать в чем причина явление когда повара получают мало и поговаривали о том что когда-то к леониду ильичу обратились сказали вот мол повара получает мало семь струбей всего он сказал но они же не живут на одну лишь зарплату ну это был действительно так потому что повара постоянно таскали даже позже когда-то я приехал после журфака и жил своей квартире у меня завелась подружка она мне говорила что мамы и завпроизводство с саловой и вот с ее слов со слов не мамы а вот этой моей знакомой мы говорят ничего из еды не покупаем мама все буквально приносит все все приносит говорит с работы да действительно я до нее был знаком с другой девушкой она работала помощником повара в детском саду и он даже вот нам еще в редакции как-то живыми деньгами зарплату платили чем вызывали мы всеобщей зависть даже у коллег работавших на телевидении которым как и многим давали какие-то талоны по этим талонам они могли а товаре на зарплату давали талоны они их предъявляли магазине и их отоваривали по этим талонам живые деньги они не видели я помню рассказывал на сабанту я как-то там что-то не товары не входящие в перечень вот этих продуктов питания видно какие-то заинтересовали моего коллегу он там не был журналистом он был несмотря на то что папа у него был главный редактор телевидением он был просто оператором но видимо интеллектуальный уровень не позволял что ли ему в чем потом не раз убеждался и вот он сожаление выразила я ему говорю надо и выкупил металлоне несколько штук он пошел там купил что надо на сабанту и на праздники а я с этим талоном потом пошел в магазин я товарил просто там не все равно продукты питания покупать и вот она мне это повариха говорил что помощник повара рассказывал о том что она человек получавший всего лишь пол зарплаты другую зарплату часть затягивали вовремя выплачивали а у нас в редакции живые деньги водились потому что рекламы много давали платных материалов мы много писали зарабатывали мы хорошо нам невдомек было как живется тяжело вот простым людям я когда даже помнится депутаты шел шел я в депутаты и пошел с агитацией по квартирам зашел к одному из водителей он работал на предприятии пассажирского автотранспорта он пригласил к столу мне было крайне неудобно а почему а потому что он до того как приглашал к столу он рассказывал как они тяжело живут что зарплаты вовремя не выдают мне стало неудобно мы это получали в редакции хорошо но мы зарабатывали они тоже зарабатывали они наши живые деньги зарабатывали водили возили людей автобусы тогда с работы людей возили на работу люди платили живой монеты звонкой монеты но зарплата когда касался им затягивали зарплату на заводах месяцами задерживали зарплату из-за этого нас соседка однажды накинулся на мужа а он тоже стресс решил погасить это у меня когда я газету выпускал свою и ушел из газеты из городской и свою газету медицинскую не медицинскую выпускал у меня на роли ответственная или выпускающая скорее всего был товарищ он в пятницу под шефе пришел два номера надо было готовить там верстать чем меня сильно он расстроил я от него избавился потому что человек пришел на работу еще в пятницу пьяный потом выяснил что ему на заводе обещали какую-то сумму там зарплату не помню а по сути 70 процентов ему от этой суммы заплатили жена видно на него наехала как будто он виноват он ушел от расстройства он вечером выпить боялся но не видно были карманы деньги там подкожно или как прячут же надо джонта он боялся вечером выпить потому что пьяный домой придет жена на него наедет поэтому он с утра решил выпить а с утра ему вот газету выпускать ну пришлось с ним распрощаться вот они вот так вот и у нас сосед один пришел домой видно а жена на него накинулась он видимо под шефы был потому что знал что жена будет пилить его можно подумать его какая-то в этом вина там это явление задержки зарплаты носила повальный характер повальный характер я помню в конце 90-х мэр города которые отношу которого отношения испортились тогда президентом татарстана и вот так называемые ну как у нас называли бунт глав администрации типа это что такое было и он остался без дотации каких-то из казани откуда-то казань то она как-то может чуть получше жила потому что нефти нефть продавали и у нас тогда шкала изменилась раньше 30 процентов что ли оставляли себе 70 процентов или там 20 и 88 оставляли себе 20 отдавали виде налог в москву а тут решили как раз оставлять себе 80 ну казань могла помочь но так как в то время с главой администрации отношения у него с руководством республики неважно сложились и вот он считал деньги буквально и в газете публиковались постоянно отчеты сколько я получил налогов сколько заплачено людям за работу я помню даже предприятие там не многочисленные которые там допустим картонно-бумажные продукты искали там еще что-то у которых живые деньги даже иногда говорят вот учителям врачам платить нечем дай пожалуйста денег этот за несколько месяцев вперед уже выплачивал налоги чтобы город мог заплатить врачам учителям не было я даже освещал рынок помнится это мне перепадал кусок мяса я постоянно каждую неделю писал про базары и вот мне кусок мяса перепадала я уже при так приелся это все мне я даже кота кормил и однажды приятель пришел а он из газеты его ушли так называемого там потому что лодорничал и вот он зашел ко мне жена у него учительница во время зарплаты толком не получает и копейки а он как сказать может без работы тоже мыкается я достал кусок мяса из морозильника и предложил ему подарок он засмущался евро ешь бери бери все равно я коту скормлю вот я кота кормил кормил живым мясом вот я сейчас как раз в начале сказал о том что мелочь принесли я выкупил них мелочь и вспомнил про кота который забрел неизвестно откуда сегодня я его предлагал ему масло деревенского не если им предлагал моего это минтай замороженные оттаешься немного он не стал есть и тогда я ему китикет дал он его съел с удовольствием игру вот подсел чувак на китикет а у меня тогда значит китикета не был я вот мясом их кормил я котяты ко мне зайдут или подберу я их кормлю знаю что потом когда они подрастут они на улицу уйдут и еще неизвестно пусть у них эти с детства будет здоровье крепкой чтобы они потом не болели в этом возрасте пусть мясо едят мы сами росли в селе мясо это белки для растущего организма самое то и вот я как раз вспомнив о том что нас силе мы мясо ели в детстве думаю надо котят тоже мясом кормить а у них вот не было мясо у моих коллег которые ушли или их ушли когда-то они не справились потому что на когда руководство меняется то как у нас называется любимчики не любимчики или просто терпит их кого-то у зама например он был любимчиком у редактора она его терпела просто и вот новый руководитель пришел и в общем выписал айда свободный типа правда перед этим этот руководитель сделал квартиру этому человек чтобы он не продолжал там мыкаться с семьей с дочерью четвертый ребенок уже кажется родился тогда в это в 12 метрах общежития заводского вот мясо как раз это было и у меня это мясо водилось а у людей не водилось и вот кот привык мясо есть а этот мясо видимо уже все этикет им подавай он подсел конкретно у меня тут связи с вышеизложенным только что замечательный повод есть так этот закруглиться потому что я как раз начинал то с чего с этого кота ой с мелочи которым магазине выкупил и ну и заодно вот я сейчас вспомнил эту ситуацию как раз все по теме здесь скользко очень поэтому я не буду продолжать пока эту тему просто товарные денежные отношения они 90-х годах претерпели большие изменения большие изменения и трудно сейчас вот допустим основываясь только на воспоминаниях там одного человека одному жилось крайне плохо другому у крайне хорошо дать оценку сделать такой полный как сказать всесторонние оценку дать и сделать серьезный вывод о том периоде по разному жили люди вот в эти годы 90 если 80 относительно одинаково у всех какие-то наводился на соли хлеб там кусок мяса там еще что-то то 90-е годы это конечно не случайно многие люди о тех временах сохранили не самые лучшие воспоминания но нам просто повезло что именно в это время люди как раз был свободный рынок они пытались что-то купить что-то продать ездили в турцию за товарами ездили в эмираты моего вот как раз товарищ который рассказывал жена учительница решила во время зимних каникул что ли сидеть в эмираты накупить всякую товарную не товар не пошел потому что не каждому дано заниматься торговлей и они вот давали объявление когда были этих свое время чуба серы так называемый ваучеры тоже давали объявление разного рода я помню в общежитии жил и там завхоз что ли она была или комендант общежития говорил о том что она дала объявление что на ваучер меняет на меховую шапку с ума сошла значит кто предложит свою меховую шапку за ее ваучер потом два ваучеры три ваучера два ваучера предлагали хотели малосемейку люди три ваучера предлагали хотели однокомнатную квартиру это к вопросу о том как вот эти новые бумаги появились это рассвет их был как раз девяносто третьем году ваучеры как раз да ваучеризации пошла и кто-то скупал их я когда интервью брал у директоров банка спрашивал куда вложиться они мне как хор как это так заученную фразу говорили рао газпром рао газпром я на это не клюнул я просто знакомый купил шикарное платье в подарок эти ваучеры которые еще купил родители мне подарили свой везде все отнес и продал и купила шикарное платье а в нашем селе один там товарищ у него был нюх на деньги татарин кстати который потом уезжал из села и даже воспользоваться тем что перевести надо из из аренбургского сатарстан значит где они откуда приехали их родители все время во времена когда целины до приехали по программе целины и здесь нижнекамск нефтехим генеральный директор был дальним родственником то есть он был мужем женщины который приходил с дальней родственницы вот им и он со мной поехал попросил у меня переночевал поехали я тогда шикарный французский вино там мне ректор вдруг подарил его подарил еще что-то он узнал что журналистом что такое депутат дескать и в это время он уговорил мы были в гостях у него это генеральный директор нижнекамск нефтехима гренат галиф что ли если ошибаюсь и тот согласился дать ему камаз для перевозки вещей из оренбургской области села вот татарстану где-то 700 или 800 километров ввести ну к чему я говорю а к тому что он тогда у него нюх был на деньги сельчане говорили что он на свои ваучеры там семья видно большая была ой на сюда выкупил значит акции арау газпром и потом очень хорошие доходы пошли в нулевых годах он имел большие дивиденды тогда с гора с арау газпром вот ну человек нюх ну меня в другом плане нюх когда пошла динаминации ли когда значит деньги что такое с деньгами перетрубаться шли я просто в это время не имел на руках денег я не страдал и у меня не было проблем я не терял деньги даже когда я в университете учился я ради хохмы у меня там на карточке на книжке было рублей 10 я годы спустя приехал хотел выяснить но так как у меня не сохранилась книжка сберегательные мне было просто интересно в как какую сумму превратились эти деньги тогда если на 10 рублей можно было что-то купить до 40 рублей стипендии было нашу можно вы что-то купить в столовой сходить студенческую раз 12 дюжину раз допустим а то и чертовы дюжину раз два покушать неплохо то что можно потом годы спустя когда проценты на них наросли ну нет я это свою сберегать книжку не нашел и не смог хотя в то время вот сейчас вот читают где-то люди своим детям там 500 рублей складывали дети там подрастут станут совершеннолетними и получат они эти дети значит там к своему совершеннолетию там где-то 500 рублей тогда довольно ощутимой суммы было из тысячи рублей ну а потом это годы проходили они годами потихонечку платили платили и тут как раз вот от грянул это все 90-е годы и их деньги просто в труху превратились то тысячи на которые можно было ну как вам сказать если ну грубо говоря я когда еще в районной газете гонорар получал мне как-то